Здравствуйте! На канале Бук ТВ большие вечерние новости. В студии Виталий Матюшин. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти 7 дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как готовится наш Брест к миллениуму. Коротко о главном. Качество товаров и услуг – категория необходимая, но непростая в достижении и даже понимании. Анастасия Стравко разбиралась, как создают это самое качество на предприятиях региона. Время Х, 2019 год – год тысячелетия. Брест активно строится, реконструируется, облагораживается. Создание в областном центре комфортной дорожной инфраструктуры в приоритете. Об укреплении позитивных тенденций в сферах образования, здравоохранения и туризма шел разговор на встрече в Брестском облсполкоме. Артур Михальский, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши в Белоруссии, находился в областном центре с официальным визитом. У каждого из нас есть малая родина – домик в далекой деревушке, улица в провинциальном городке или шумном мегаполисе. У семьи Башко это Ромашкин хутор. Ирина Альшова расскажет об истоках силы родовых корней. Обо всем по порядку и подробно. Уже без малого три десятка лет. Ноябрь – месяц, посвященный качеству. Инициатива появления специального дня, знаменующего работу в направлении улучшения свойств и характеристик товаров и услуг, принадлежит Европейской организации по качеству. Появилась дата в конце 80-х, но активные мероприятия в ее рамках стали проводиться только ближе к середине 90-х. Качество товаров и услуг – категория необходимая, но непростая в достижении и даже понимании. Это не то, что можно, образно говоря, потрогать руками, но без нее никуда. Как создают это самое качество на предприятиях региона, как проверяют и контролируют, а также есть ли предел совершенству. Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стробко. «Качество – это успех» – девиз Европейской недели качества в 2018-м. Фраза на 100% отражает суть, значимость этой характеристики при производстве товаров и оказании услуг. В нашей стране разработана и функционирует инфраструктура по созданию, поддержке и контролю качества. Она включает техническое нормирование и стандартизацию, метрологию, оценку соответствия и аккредитацию. Большой перечень мер и мероприятий, призванных помочь предприятиям достичь высокого уровня и контролировать его. «Качеству выпускной продукции уделяется очень пристальное внимание, как со стороны субъектов хозяйствования, так и со стороны местных органов власти. Прежде всего, качество продукции – это конкурентоспособность именно белорусского продукта. Это объемы экспорта, это имидж именно белорусских производителей». СТБ, ИСО, 9001, 2016, ХАСП, ЕАЭК, ГОСТ. Понять значение и значимость этих и многих других подобных аббревиатур обывателю сложно. Однако именно они, а если говорить точнее, то документы, которые носят эти названия, помогают повышать и контролировать качество товаров и услуг, оптимизировать рабочие процессы. «В мире существуют глубоко проработанные системы стандартов, то есть технических правил, которые определяют производство и реализацию и продукции, и услуг. Они охватывают все сферы экономики, фактически сферы социальной жизни, потому что существуют требования и в здравоохранении, и в образовании и так далее». «Соблюдение стандартов, сводов технических регламентов при производстве продукции и услуг, конечно же, является основой конкурентоспособности продукции. Но для реального конкурирования на рынке сегодня мы говорим о необходимости внедрения систем управления качеством на предприятиях, в организациях. Что такое система? Сама по себе она, конечно же, не является самоцелью. Система позволяет, прежде всего, оптимизировать издержки и тем самым добиться наилучшего результата». Кроме того, многие такие документы – это пропуск на рынки других стран. К примеру, Брежилстрой недавно первым среди строительных компаний Брещены получил разрешение на продажу своих товаров в Европе. Сегодня предприятие занимается вопросами получения сертификата на проведение строительных работ на территории Евросоюза в качестве генподрядчика. «Чтобы получить европейский сертификат, нам пришлось полностью переоборудовать лабораторию, купить новое оборудование, которое позволяет делать все испытания образцов железобетонных, в первую очередь, изделий, арматуры, входящих материалов, естественно, и выходной продукции. Это нам дало возможность сертифицировать производство и сертифицировать свои изделия железобетонные, из которых сегодня создаются наши объекты. Сертифицировали продукцию, это нам дает право продать эти изделия на европейский рынок». Важный момент. Успешные компании занимаются качеством не ради получения очередного сертификата. Процессы идут параллельно. На предприятии Комп, а качество ставили во главу угла в начале, в 1991-м, не изменилась ситуация и сегодня, в 2018-м. Руководство компании, продукция которой представлена на всех континентах, уверена, успех начинается с наведения элементарного порядка и бережливости. К ним должны подключиться совершенствование и оптимизация процессов, а также постоянная учеба. «Без качественной продукции вы не сможете ни пробиться никуда. Никому не нужна ваша продукция, если она будет уступать рубежным аналогам по многим показателям. Предприятие является трижды лауреат премии правительства Республики Беларусь за достижение в области качества, трижды лауреат премии Брестского областполкома за достижение в области качества. Мы одни из первых предприятий в 2006 году приняли участие в конкурсе качества стран Центральной и Восточной Европы, стали финалистами, получили сертификат соответствия четыре звезды по Европейскому фонду ЕФКМ, Европейский фонд управления качеством по системе ПОЭТ. Поэтому мы были первым предприятием в Республике Беларусь, кто принял участие в Европейском конкурсе, после нас уже потянулись другие». Качество продукции предприятия отмечено множеством наград. Ведущие мировые компании по выпуску схожего оборудования признают, в их рядах уже давно случилось пополнение, и это пополнение – предприятие компа. К слову, компания секреты своего успеха в тайне не хранит. Здесь уже давно проводят обучающие семинары. «Некоторые задают интересный вопрос, почему мы занимаемся в обучении, проводим эти семинары. Ну, как японцы говорили, вначале вы научитесь работать сами, потом начнете учить своих поставщиков, потом начнете учить потребителей своей продукции, а потом будете учить общество, потому что никому не интересно быть богатым в бедной стране. Поэтому надо подтягивать всех остальных, чтобы все выходили на этот уровень». В числе важных вопросов семинаров на компа как раз и есть создание качественной и конкурентоспособной продукции. «Я бы хотела вернуться, собственно, к определению термина качества. Качество – это соответствие заявленным требованиям. И обратить внимание на то, что, когда мы говорим требованиям в нашей фирме, это прежде всего требования наших потребителей. И поэтому через все наши процессы, начиная от маркетингового процесса, от сбора потребностей с рынка до разработки изделия и постановки его на производство, вот красные линии проходят выполнить требования потребителя, то есть сделать продукт, который реально нужен, который интересен и который захотят покупать. Вот в современном мире для того, чтобы быть успешным, надо делать так». Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о том, чем живет Брест. Реконструкция Кобринского путепровода уже давно находится в перечне рейтинговых новостей города. Однако не только сама стройка стала обсуждаемым поводом недели. Строители, занимавшиеся работами на старой опоре, обнаружили здесь историческую находку. Гранитные конструкции с пазами, такими, какие использовались ранее в качестве упора основной несущей конструкции. Сколько им лет установят эксперты и историки, пока эти детали будут находиться на отдельной территории. Что же касается в целом работ на Кобринском путепроводе, то первый этап реконструкции завершен. Это смогли оценить те, кто уже перемещается по новому полотну. Сегодня строители заняты устройством пешеходного тоннеля и сооружением опор. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Несмотря на масштабную реконструкцию, Кобринский путепровод по-прежнему остается одним из наиболее популярных объектов дорожной инфраструктуры города. Тысячи автомобилей курсируют ежедневно по маршруту Центр-Востоке. Это при том, что работы на мосту продолжаются. Первая очередь реконструированного путепровода уже запущена. Сегодня строители заняты на другом этапе. Сейчас активно ведутся работы по устройству земляного полотна, по устройству пешеходного тоннеля и, разумеется, к возружению опор и пролетной части нового путепровода. На этом этапе, он, может быть, не так очевиден был, как предыдущий этап, но, тем не менее, он очень ответственный. И ответственный был, прежде всего, связан с разборкой старого, уже ушедшего, былое путепровода. Обновленный путепровод имеет внушительные размеры. Курсирование автомобиля организуется по трём полосам в оба направления движения. Люди же будут перемещаться через специальный переход. Его обустройство завершится уже скоро. Это типичный пешеходный переход, то есть 2,5 метра, 2,3 его высота будет. На будущей неделе уже пройдет его засыпка и устройство по нему, земполотна и основание. В масштабном ремонте на Копринском путепроводе задействовано несколько десятков строителей дорожников. Более 20 единиц техники работы разделены на участки. Особое внимание сегодня привлечено к территории у железной дороги. Ведутся работы со стороны центра по устройству дорожной одежды уже оснований, установка бортовых камней. На данном участке все искусственные сооружения уже установлены. Параллельно с этой же стороны ведется вторая очередь строительство, которое позволит обеспечить беспрепятственный проезд под новым путепроводом, соединить улицу Краснознаменной. Ну и даст разрешение маневра уже при поворотах. Дальнейшую деятельность строителей во многом определяют погодные условия. Отдельные виды работ выполняются только при определенных температурных показателях. Однако это не должно сказаться на сроках сдачи объекта. Конечно, погодные условия многое, чтобы зависеть. Я надеюсь, что еще до конца этого года мы успеем поработать с конструктивными слоями дорожной одежды. Безусловно, будут продолжены работы, и они уже ведутся по сооружению опорного путепровода. Это не связано никаким образом с погодными условиями. Можно выполнять любые обстоятельства. Закончены работы, и мы успели это сделать до этого периода похолодания. Работа связана с устройством пешеходного тоннеля. Ну а то, что сейчас мы делаем по земляному полотну, оно в принципе традиционно и никаким образом не увязано с похолоданием, которое мы ожидаем в ближайшее время. Анастасия Назарин-Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Благоустройство Бреста сегодня одна из актуальных городских тем. Улицы преображаются буквально на глазах. Только в этом году новое дорожное полотно появилось на улице Пионерской и Янки Купалы. Преобразились набережная Франциско-Скарына и Интернациональная. В начале ноября завершился первый этап реконструкции Партизанского проспекта. В стадии активных работ бульвар Космонавтов и Карла Маркса не отстает от центра и окраина. В октябре поменяли свой облик улицы Первомайская и Энтузиастов, улицы Кривошейна и Второй Западный переулок. Сегодня рабочие приводят в порядок дорожное покрытие в Задворцах. Ирина Альшова побывала в гуще дорожно-строительных работ. Брестские улицы Старозадворская и Задворская всегда относились к категории гравийных. Нынешней осенью, после тщательной экспертизы по наличию колодцев, которые провели сотрудники водоканала вместе с дорожниками, улицы впервые получают асфальтное покрытие. Предварительные работы заняли несколько дней. Гравийку подсыпали материалами дробления, спрофилировали и уплотнили. По технике пока тут будут работать грейдера, катки дорожные, после чего уже будут заниматься люди по подъему люков, так скажем. После этого уже будет отдельная бригада асфальтировать. Подготовительные работы и укладка асфальта – дело рук рабочих и техники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Сегодня на преображении артерий в Задворцах участвуют три катка разного веса, укладчик и автогрейдер. В среднем на укладку 200 метров асфальта уходит час. Задворская уже получила асфальтное покрытие. Сейчас работы идут на Старозадворской. Мы сегодня начали, мы вот уже Старозадворскую закрыли вопрос. Вот сейчас, наверное, переходим на Задворскую. По срокам не скажу, потому что все зависит от погоды. А так в планах, как бы, я вот здесь по-хорошему, то вот это два дня. Вот на все эти километра 200 закрыть, это два дня. В планах Озерная улица, тоже основания подготовлены, коммуникации подняли. Тоже вот буквально ближайшим, может быть, ну, завтра или, ну, на днях. И Мазурука еще в улице в планах. Тоже устройство основного покрытия. Наступление холодов дорожникам не помеха. Смесь, которую привозят Жабенковского асфальтобетонного завода, предназначена специально для холодной погоды. Укладывать такой асфальт можно при температуре до минус 10 градусов. У нас очень много гравийных дорог, очень много в Бресте. По соотношению, если по протяженности, то там в разы гравийные дороги превышают асфальтобетонные, с покрытием которые. Поэтому в планах очень многое закрыть в частных секторах. На этот год вот мы много сделали, очень многое. Улиц список там на двух листах, наверное, которые уже закрыли вопросы. Но и на следующий год очень много. У нас там грандиозные планы по поводу гравийных дорог, как говорится, перекинуть их в другую категорию асфальтобетонные дороги. Сегодня Брестские дорожники бьют все рекорды. За неполный 2018 год в городе за асфальтирно 33 дороги, 15 из которых впервые. Город и его жители получили порядка 48 тысяч метров новых дорог. Причем прилегающую инфраструктуру обустроили в соответствии с интересами всех категорий граждан. Появились удобные съезды и велосипедные дорожки. Конечно, хорошо. Все ждали долго. Это будет комфорт, так обычно или пыль, или грязь. Вот так, конечно, гораздо лучше. Ну сейчас вот дай бог, можно асфальт положить. Спасибо им за то, что уделили нам внимание. Ирина Альшова, Анастасия Назринплотницкая, Григорий Пекарский, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итогов недели. Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский на текущей неделе посетил Брещену с официальным визитом. К своим обязанностям дипломат приступил недавно и сегодня активно знакомится со страной пребывания и налаживает деловые и дружеские контакты. В Бресте Артур Михальский побывал на ведущих предприятиях, а также встретился с руководством города и области. На мероприятии в областном исполнительном комитете побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. Чрезвычайным и полномочным послом Польши в Беларуси Артур Михальский стал в июне текущего года. Сегодня дипломат знакомится со страной и налаживает диалог на Брещену. С официальным визитом глава польской дипмиссии прибыл впервые. Надо воспользоваться этим шансом, который дает наше соседство. И господин губернатор многое рассказал про все контакты, которые уже есть. Так я не хочу открывать Америке. В основном, естественно, нам очень сильно нужен экономический компонент. Это дает... Конечно, это процесс, это не сделается сразу, но это уже мы видим, что есть очень позитивные моменты. И со временем, мне кажется, что развитие экономических связей принесет хорошие плоды. Беларусь и Польша тесно связаны не только общей историей и географией, но и деловыми отношениями. Брещена, как один из западных регионов страны, в белорусско-польском взаимодействии принимает наиболее активное участие. Говорит об этом, к примеру, уровень внешнеторгового оборота. За 9 месяцев 2018 года он составил 262 миллиона долларов США. Покупаем мы больше, чем продаем, но и сумма экспорта существенно почти 94 миллиона. И по сравнению с аналогичным периодом 2017-го эта цифра увеличилась в полтора раза. Конечно, нам есть над чем работать, хоть и экспорт в этом году у нас значительно увеличился на 160% к аналогичному периоду прошлого года. Но все-таки импорт значительно превышает. Импорт у нас составляет 168 миллионов. То есть мы на сегодняшний день больше товаров возим, если сумма больше, чем продаем. Поэтому над этим есть над чем работать. Но это нас не пугает, потому что мы понимаем, что и сырье, и готовые продукты, и товары поступают. Потому что, да, действительно, как я и говорил, много граждан пресекают границу. Есть связи между предприятиями, организациями. Поэтому это нормально, но есть над чем работать и расширять товарооборот. В области сегодня зарегистрировано 176 предприятий с польским капиталом. Реализуются три инвестиционных проекта. С Польшей Брещена проводят множество мероприятий экономического характера на обеих территориях. Взаимодействуют по программам международной технической помощи. Кроме экономики, есть контакты в образовании, в здравоохранении и в социальной сфере. С открытием безвизового режима увеличился и поток туристов. 70% безвизовых путешественников на Брещене – поляки. Об укреплении позитивных тенденций в данном направлении шел разговор и в рамках состоявшейся встречи. Я думаю, что этот интерес будет расти точно. Просто многие еще в Польше люди не знают, что такие возможности уже появились. Учитывая то, что, ну во-первых, соседи, а во-вторых, тоже мы про это говорили, как мы обсуждали тысячелетия города Бреста, что в нашей истории уж так сложилось, что у нас есть тоже очень много общего наследия. И, естественно, это очень интересно тоже посмотреть, мне кажется, и белорусам, которые могут приезжать в Польшу, тем более, что живет белорусская диаспора в Польше, особенно вот в этой части, в Восточной Польше, и полякам, которые, кстати, тоже опять здесь живет и польская диаспора в Беларуси, и тоже есть много этих общих следов нашего общего наследия. Так это интересно ознакомиться с этим. Белорусско-польский диалог продолжится уже в грядущий понедельник. В Варшаве состоится заседание Межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». История с обрушившейся крышей в столичном торгово-развлекательном центре «Арена Сити» получила продолжение. Напомним, 12 ноября в комплексе в разгар рабочего дня в буквальном смысле рухнул потолок. Под обломками пострадала девушка. Ситуация стала еще одним поводом для проведения внеплановых проверок комплексов. В Бресте таких объектов было определено порядка 35. В списке учреждения спорта, культуры, здравоохранения, развлекательные площадки. В поездку с комиссией отправилась и наша съемочная группа. Мы осматриваем здание, сооружение от сезонности, от того, что происходит, внешние какие-то воздействия. Регулярно смотрим и привлекаем, если необходимо, те обслуживающие организации, которые заключены договором. С этих слов начинает общение с прессой и комиссией Станислав Круковский, директор торгового комплекса «Евроопт», расположенного на Варшавском шоссе. Руководство центра лично выступило с инициативой проверить, все ли в порядке, насколько условия, созданные в торговом объекте, соответствуют требованиям. Ситуация, случившаяся в столичном «Арена-сити», заставила каждого владельца магазина или торгового комплекса посмотреть на вопросы безопасности под другим углом. Со стороны компании «Евротург» постоянно и регулярно проводятся осмотры зданий, сооружений, конструкций различных. Проводим это ежемесячно. У нас созданы комиссии. Помимо внутренней комиссии, которые созданы на торговом центре «Европа» в Варшавском шоссе, также создана комиссия во главе главного инженера, службы главного инженера, которые тоже периодически проводят осмотр зданий, сооружений. Магазины, супермаркеты и гипермаркеты стали важными точками на маршруте смотровой комиссии, в которую вошли представители сферы торговли, строительства, службы МЧС. Тем более, что оценить созданные условия эксперты прибыли в день больших скидок, когда людей в магазинах становится на порядок больше. По постановлению Совета Министров, в Брестском горосполкоме создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные службы, в том числе и управление торговлей и услуг. На сегодняшний день в городе обследованы крупные торговые объекты на предмет соблюдения правил безопасности потолочных конструкций. Стоит отметить, что за весь период посещения торговых центров Бреста смотровые комиссии не выявили каких-либо серьезных нарушений. Отдельным блоком стоит работа в спортивных учреждениях с массовым пребыванием людей. Таким, например, как Ледовый дворец ежедневно. Через его стены проходит порядка двух тысяч человек. В общем, обстановка в комплексе удовлетворяет требованиям служб. Однако, одно «но» экспертами комиссии все же было названо. Здание блочное, оно накапливает влагу, плюс крыша металлическая. Где-то есть подкапывание, такое намокание мелкое. Ну, выписывается предписание по итогам мониторинга. Мы их круглогодично устраняем. Эта работа там ни одного дня, ни одной недели. Это идет такой целенаправленный рабочий процесс, который на месте занимаемся мы. Несмотря на то, что смотровой комиссии уже удалось обойти все запланированные объекты, практика проведения такого рода выездов продолжится. Так, общими усилиями, как горожан, так и администрации торговых комплексов, спортивных и культурных учреждений, будет формироваться должное отношение к вопросам безопасности. У каждого человека есть своя малая родина. Для кого-то это домик в далекой деревушке, для кого-то улица в провинциальном городке или шумном мегаполисе. Фамильные корни брещанина Владимира Башко ведут в Ивановский район. Там, вблизи границы с Украиной, свои судьбы связали его родители Надежда и Владимир, дав жизнь четырем сыновьям и дочери. Родовым гнездом для большой семьи их малой родиной стал хутор Стромец. Сегодня это место, куда все многочисленные родственники приезжают отдохнуть душой и напитаться мощью своей земли, на которой родились и выросли. Посмотреть на место силы и прикоснуться к фамильным истокам семьи Башко отправилась наш корреспондент Ирина Альшова. На Ромашкин хутор, а именно так сегодня называется это удивительное место, затерянное в Ивановских лесах, съемочная группа Бук-ТВ попала по первому снегу. Владимир Башко вместе с мамой Надеждой Даниловной пригласили нас посмотреть, как и чем живет сегодня хутор, давший силы и вырастивший два поколения этой замечательной семьи. Когда становишься старше, ты понимаешь, что твои корни здесь, и ты должен здесь бывать как можно чаще, и ты должен сюда приезжать, и ты должен свою идентичность, своего рода определить и оставить здесь. Каждый человек, который здесь родился, должен помнить про свой дом, поднять его, восстановить и хотя бы раз в полгода, раз в год приезжать к своему дому. Потому что я верю, что люди в эти дома, которые сейчас есть, обязательно вернутся. И жизнь опять закипит. С 1971 года хутор «Страмец» стал для семьи Башко родовым гнездом в прямом и переносном смысле. Дом в центре большого леса для самого младшего из четырех братьев Анатолия, богатыря, родившегося с весом 5,5 килограммов, стал еще и местом рождения. Отсюда мужская половина семьи уходила в армию. В отчий дом они привозили знакомиться с родителями своих невест. Здесь выдавали замуж дочку Тамару. Время было сжато, все было рассчитано. Иду на ферму, значит, я должна через сколько-то времени зайти, подоедь, вернуться, покормить ребенка. Потому что 56 дней только было декрета. Не было мне там по уходу за ребенком 56 дней. И в ночную дежурили на ферме. В ночную. Должна доярка дежурить, там отел и все принимать. Надо мне ночью прийти обратно, покормить и обратно идти на дежурство. Оставляла детей самих. Но благодаря Богу за то, что они один одного нянчили. Дочка, вот Володя старший, дочка младшая. И вот они один одного воспитывали. Надежда Даниловна вспоминает, как приходилось много работать. Женщина 30 лет отработала на молочной ферме. А еще вместе с мужем держали большое хозяйство. Кстати, электричество на хуторе появилось только в 1989 году. Но трудности не пугали. Воспитание детей многодетная мама и кавалер ордена трудовой славы успешно совмещала с депутатской деятельностью. А еще успевала заниматься рукоделием и шила себе такие красивые наряды, что сельчане прозвали Надежду Ромашкой. В честь мамы и бабушки младшее поколение назвало дом Ромашкиным хутором. Я благодарю Бога за то, что я не ощущала больших трудностей с помощью детей. Ну и муж помогал, конечно. Но держала тоже. По три коровы дома было. И овцы, и все. Хозяйство было очень большое тоже. И спевала, а бывало покинуть. А я бегом, бегом забегла. И все, работала так. И горжусь тем, что я проработала не зря. Вот и сейчас и внуки вспомнят баба и книги памяти, баба книги района, баба депутат, баба и то. И говорю, Аня же в школе поспорила. Покажи свою бабушку, я тебе свою покажу. Моя лучше твоей. И слава Богу, воспитала в трудных хоть условиях, но воспитала все-таки пятеро детей. В 2008 году после смерти главы семьи Надежда Даниловна перебралась к дочке Тамаре в Иваново. Чтобы дом продолжал жить, старший сын Владимир взял на себя заботу о малой родине. Сегодня хутор готов принимать гостей и погрузить их в аутентичную атмосферу ивановского колорита. В планах перекрыть крышу и построить конюшню. Удивительные тропинки и опушки ивановских лесов как нельзя лучше подходят для тихой грибной охоты и конных прогулок. Когда отсюда уезжаешь, чемит сердце. Потому что ты понимаешь, что уже никогда не вернется детство, никогда не вернется юность, ты уже в другой взрослой жизни. Но вместе с тем, здесь был мой сын, здесь была моя дочка, здесь был мой зять. Конечно, сложно привить уже им это, но тем не менее я пытаюсь и стараюсь. Сын у меня такой талантливый компьютерщик, ему, конечно, сложно объяснить мне, как, что, почему и где. Дочка врач, но она больше меня понимает, она как бы больше с моего рода, ей больше здесь нравится. Но вместе с тем, они знают, что такое место есть, что у нас здесь будет. Вместе с тем, считает Владимир Владимирович, малая родина – это не только возрождение родового гнезда и фамильного дома, но и сохранение памяти о первых наставниках, школе, которая дала путевку в жизнь. Свои школьные годы Владимир Башков вспоминает с теплотой. В деревне Стромец начальную школу, обучение в которой велось на белорусском языке, закрыли и снесли в конце 80-х. Сейчас здесь высадили лес. От второй школы, Залядынской, в которой Владимир проучился со 2-го по 10-й класс, также осталось пустое поле. В начале 2000-х учебное заведение ликвидировали, оставив ее выпускникам только воспоминания. Хочу сказать, что это было с высоты прожитых лет и жизненного опыта одна из лучших школ, которых я знаю до сих пор. Учителя были огромными профессионалами, это были мастера своего дела, к сожалению, некоторых уже с нами нет. Но тем не менее, они научили меня всему, что я знаю сейчас, всем предметам, которые я знаю. Общение с людьми, труду, уважению, воспитанию. Все, что у меня есть сейчас, я благодарен родителям плюс своим учителям из этой школы. Поэтому я про них всегда буду помнить, думаю, что придет время, и мы тоже здесь посадим парк, организуем на место этой школы. Я хочу, чтобы люди помнили, что была такая Залядынская средняя школа, которая дала путевку в жизнь многим людям, не только мне, многим, и сделала их людьми с большой буквы. К месту, где родился и где стоит отчий дом, всю жизнь чувствуешь любовь и теплоту, считает Владимир Башко. И неважно, в какие бы великие люди ты не выбился, нельзя своей малой родине позволить умереть. Дома, которые бесхозные, они закапываются бульдозером. Но когда дом закапывает бульдозером, закапывается и фамилия, и род. И уже никогда не восстановится. Поэтому я противник того, чтобы так закапывали дома. Я хочу призвать детей, внуков, чтобы они поддержали свои дома. Когда будет дом, это экономика. Сразу же начнут люди, дороги появятся, люди начнут ходить в магазин, тратить деньги, оплачивать услуги и так далее. Но они будут помнить про себя, привозить сюда своих детей, внуков. А это как раз является теми корнями, и это является как раз тем фундаментом, той основой, на котором человек потом дальше живет. Той платформой, от которой можно оттолкнуться. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогов недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. Ноябрь, это, конечно, не май, но в любом случае это не повод поддаваться грусти. Нужно постоянно к чему-то стремиться и двигаться вперед. Когда ноябрьский день постукивает по стеклу дождинками, видимо, он желает поведать нам какую-то историю. А вот какой она будет, зависит только от вас самих. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни, а я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 25 ноября республика будет находиться под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. В Бресте в течение суток пройдут дожди различной интенсивности. Возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедится. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 1-3 градуса со знаком плюс, максимальная днем 6 градусов. 26 ноября в Бресте ночью сохранится влияние атмосферного фронта. Днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории ожидается кратковременный мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер с северной четверти умеренный. 2 градуса со знаком плюс. Температура воздуха в ночные часы. Днем столбики термометров опустятся до минус 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова